Денис Попович, военный обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Денис, рада приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Денис, скажите, пожалуйста, какую часть украинского ВПК сегодня составляют именно дроны, производство беспилотников? Ну, приблизительно, естественно. Ну, я, честно говоря, не готов к этому посмотреть, нужно информацию изучить. На самом деле, какую часть ВПК, тем более, что на сегодняшний день вообще данные по производству нашим военно-премышленным конкурсам чего-либо, там не то, что дронов, там, а других номенклатур вооружения и военной техники, они, в общем-то, засекречены. Крайне трудно жить в этом. Денис, ну, можно дать оценку нашему ВПК и что у нас уже получается, что мы придумали, что мы развили и в каком мы состоянии находимся на сегодняшний день? Ну, абсолютно, на ухо это надводные дроны и подводные дроны, которые были придуманы, придуманы были не нами, то есть, в принципе, неуправляемый дрон – это первая его использующая, первая мировая война. То есть, дрон беспилотный, да, то есть, первая мировая война был впервые использован. То есть, но именно массовое использование на море, вот это вот разработано, сделано, в общем-то, и максимально используется именно нашему производителю. То есть, в данном случае мы сделали очень большой шаг вперед. Есть опыт использования безэкипажных морских дронов, есть опыт уже испытания, по крайней мере, подводных дронов безэкипажных. Вот, поэтому тут мы, очевидно, впереди планеты всей. Это первое, что приходит в голову. Кроме того, у нас был весьма обширный опыт использования в ПВ-дронов. Ну, сейчас Российская Федерация его основательно переняла, и это направление очень активно развивает. Что мы можем еще делать сами? Ну, безусловно, мы можем делать, и раньше делали бронетехнику танк. У нас очень хорошая школа по электронной борьбе, у нас очень хорошая школа по радиолокации, то есть, в принципе, то, на что способен наш военно-премышленный комплекс. К сожалению, нужно развивать. Раньше у нас не было в достаточной мере обеспечено массовое производство боеприпасов, но сейчас мы тоже на пути к тому, чтобы делать собственные боеприпасы, в том числе и с кооперацией с зарубежными производителями и так далее. То есть, военно-промышленный комплекс развивается украинский, и он идет к тому, чтобы максимально обеспечить потребности собственными разработками нашу армию. Поскольку российская сторона, оккупанты, перенимают всяческие использования FPV-дронов, активно занимаются этим вопросом, означает ли это, что сейчас для Украины очень важно развивать именно направление РЭП, радиоэлектронной борьбы? Да, конечно. Это один из самых эффективных способов борьбы с дронами. Вот сейчас появилась информация о том, что Российская Федерация начала использовать, разработала новый тип дронов «Ланцет», который уже не останавливает против дроновой сетки. То есть, он все равно получает возможность поражать бронний объект. И против таких дронов РЭП – это критически важно. То есть, получается, пока не нашли новые способы пассивной защиты, только РЭП способен установить подобные устройства. Денис, вот есть сообщение от Института изучения войны. Они вот выдали такую аналитическую справку, что Россия пытается вернуть часть оружия, которое она экспортировала в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь, Бразилия и даже, по-моему, Индия фигурировала. И просят вот то старое, то, что они продавали и 10 лет назад, и большими партиями, в основном это двигатели, скажите, пожалуйста, о чем это говорит? Насколько хороши или наоборот дела в ВПК Российской Федерации? Ну, оно может быть как о том, что дела в ВПК Российской Федерации не очень хороши, так и о том, что Россия пытается аккумулировать все возможные пути для того, чтобы снабить свою армию любым оружием. То есть сейчас они ищут все возможности для того, чтобы как можно больше оружия перетекло в российскую армию для того, чтобы дальше вести войну на территорию Украины. Вот сейчас мы услышали о том, что они пытаются убедить своих бывших партнеров перепродать им обратно то, что было продано ими раньше. Так же Иран, так же Северная Корея помогают Российской Федерации пополнять запасы вооружения и боеприпасов. Тут, понимаете, палка в двух концах. Можно, конечно, посмеяться над тем, что вторая армия мира сейчас испытывает подобные проблемы. Но лично мне не очень смешно, потому что, да, проблемы есть, но некие проблемы решают и накапливают у себя вооружение и военную технику. То есть на это нужно обращать самое серьезное внимание. Тем временем наши защитники продвигаются, во всяком случае, если они держат оборону, то пытаются уже деоккупировать некоторые территории, что удается, пускай и не спеша, пускай и малыми темпами. Тем не менее, специалисты Института изучения войны все того же проанализировали ситуацию на поле боя и сообщили, что по имеющихся у них данным, силам обороны Украины удалось перебросить ограниченное количество бронетехники на левобережье Херсонщины. Не комментируя конкретно это сообщение, а отталкиваясь от того, что гипотетически это все-таки возможно, какие перспективы открываются перед нашими военными, если все-таки подобное развитие событий действительно имело место быть? Ну, возможно, не так, чтобы гипотетически, но даже практически вполне возможно. Почему? Потому что, примерно представляя себе, на основании каких данных, из-за чего я сделал подобные роды выводы, по-моему, телеграмм-каналами противника публиковалось фото переброски то ли БМП, то ли БТРа через Днепр на левобережье Херсонской области. То есть была видна одна боевая машина, но это совершенно не означает, что не было еще. Вот, очевидно, поэтому как бы специалисты института исследований войны, может быть, даже основавших других своих источников, в том числе несомненные на этом источнике тоже не основывались, сделали вывод, что украинской армии удалось перебросить какое-то ограниченное количество бронированной техники на левобережье Днепра. Что это дает? Чем больше такой техники, тем больше возможностей для наступления. То есть для расширения пасдарма, для тиснения артиллерии, то есть как только артиллерия российской армии перестанет, утратит возможность воздействовать непосредственно на правый берег, на русло реки Днепр, где можно переместить силы и средства, на территорию уже на левом берегу Днепра. То есть как только удастся по крайней мере оттеснить российскую артиллерию на достаточное расстояние, уже можно будет говорить о более массовой перевозке сил, живой силы и техники на левый берег Днепра. А это означает развитие пасдарма, это означает расширение этих пасдармов, это означает развитие наступления вглубь левого берега Днепра, Херсонской области, а там кратчайший путь до административных границ Крыма. Надеюсь, мы все прекрасно понимаем, что если украинская армия выйдет к административным границам Крыма, то в общем-то значительная часть задачи по прерыванию сухопутного коридора Крым будет выполнена. Да, к югу приковано очень много внимания. И вот опять же возвращаясь к этим военным поставкам, которые Российская Федерация пытается вернуть от своих партнеров, которым продолжу собственно. Это все, вот опять же пишут те же аналитики, что Россия пытается перехватить инициативу на поле боя, хотя неясно дадут ли новые поставки Москве ресурсы, необходимые для усиления ее атак. И речь идет о востоке и юге Украины. В то же время, если мы говорим не только о технике, но и о людях, Медведев, который Путин и заменитель, он озвучил такую цифру, как 410 тысяч контрактников, которые готовы уже идти на так называемое СВО, то есть на войну России против Украины. Как вы считаете, эта цифра немного преувеличена? Медведев выдает желаемое за действительное, либо действительно каким-то образом нашли 410 тысяч? Я бы не верил слова Медведева на самом деле. Неизвестно, в каком состоянии он это произносил, учитывая любовь этого господина к спиртным напиткам. Но то, что людской ресурс Российской Федерации весьма значительный, это их основной ресурс, тут поспорить крайне трудно. И, в общем-то, об этом и говорил Валерий из-за должности в своей статье, когда описывал все опасности перехода войны в позиционный характер, где мобилизационный потенциал Российской Федерации может иметь решающее преимущество в этой войне. И с этим утверждением поспорить крайне трудно, и, в общем-то, нет никакого смысла, учитывая размеры Украины, учитывая размеры Российской Федерации и разницу в демографических потенциалах. Поэтому, как бы, смогли ли россияне мобилизовать 410 тысяч контрактников, я сомневаюсь, поскольку такую мобилизацию, такую концентрацию живой силы способна, это только частичная мобилизация, которую Российская Федерация не проводит. Были цифры, были цифры, которые приводились нашими источниками, 20 тысяч контрактников в месяц. Как мы прекрасно понимаем, если говорить о том, что частичная мобилизация в Российской Федерации была завершена в ноябре прошлого года, и после этого они перешли к таким скрытым мобилизационным мероприятиям, набирая так называемых контрактников, заинтересовывая их финансовым путем, да, то есть различными социальными кружками и так далее, то прошел год, ну за 12 месяцев, если говорить о том, что 20 тысяч в месяц, ну никак 40 тысяч не набирается, чисто математически. Продолжая тему заявлений Медведева, вы уж простите, что заставляем вас их комментировать, тем не менее, весьма интересно услышать профессиональную оценку слов этого человека. Находясь на посещении полигона Алабина, находясь на полигоне Алабина под Москвой во время посещения полигона, Медведев сделал еще и следующее заявление, теперь уже относительно российского военно-промышленного комплекса. Я цитирую. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признать прямо, что это произошло даже быстрее, чем я предполагал. «Буквально за год мы все подтянули в разы. Рост производства средств поражения, специальной техники, вооружений кратный. И с этим не может не считаться наш противник». Вот о чем заявил Медведев. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, пока мы видим, что на фронт тянут старые орудия и старые танки, производящие Советского Союза. То есть их снимают с баз хранения, модифицируют, как это возможно собирает, переводят в порядок и тянут их на фронт. Это Российская Федерация может обеспечить. То есть если он считает, если Медведев считает, что производство нового вооружения, в том числе по Санскому, сбор старой техники из пяти старых танков, снятых с хранения в один, из двух старых орудий, снятых с хранения в одну самоходку, может быть включено в общую цифру по производству и по работе ВПК, может быть тогда и да. То есть тут нужно понимать, что он имеет в виду. Что-то у меня есть подозрение, что речь идет вообще в принципе о всех работах. То есть начиная от производства, какого-то ограниченного производства новой техники, там танков Т-90, которые надо, признать, они не могут производить в обход санкций, они могут это делать. Там производство ракет, опять-таки в обход санкций по 3-5 ракеты в сутки различных номенклатур. Могут они это сделать. А если речь идет об остальных номенклатурах, ну до миллиона снаряд в год они могут производить по разным оценкам, может быть до полутора миллионов. И плюс та техника, которую они собирают, снимают с хранения, развинчивают стволы, привинчивают их на более или менее пригодные платформы и гонят их на фронт. Может, это все имеется в виду, не судит Руд. Да, тут есть еще один вариант, который следует учитывать. Возможно, речь идет еще и о распиле бюджетных средств, которые выделяются, например, на тот же оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Да, так можно и царь Пушку увидеть на фронте. Я бы хотел сделать ремарку, я прошу прощения, что вас перебил. Прошу вас. Так или иначе, даже когда мы говорим о старой технике, да, то есть, скажем, об орудиях времен Второй мировой войны, то тот же самый орудий, клипы, выборы 122 и 152, если на кого-то попадет, снаряд из твоего орудия выпущен, на кого-то попадет, то эффект будет достаточно разрушительный, поэтому это тоже нужно учитывать. Это же старое орудие, старые танки и старые самоходки и старая броневротехника, она способна убивать. И тут тоже в этом смысле ни в коем случае недооценки никакой быть не должно. Недооценивать возможности противника было бы огромной ошибкой. Да, Денис, спасибо большое. Спасибо за оценку ситуации. Денис Попович, военнообозреватель, был с нами на прямой связи. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.